В центре Блохина опровергли сообщение о низких зарплатах медсестер. В центре Блохина опровергли сообщение о низких зарплатах медсестер. Часть 7-9 октября 2019 года РИА Новости, Алексей Куденко, НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Нижний Новгород Блохина. РИА Новости, Алексей Куденко. НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Нижний Новгород Блохина. Архивное фото. В Национальном медицинском исследовательском центре НМИЦ, онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных заработных платах медицинских сестер, сообщают известие со ссылкой на пресс-службу организации В онкоцентре назвали ложным заявление медсостры о том, что она получает от 2 до 5 тысяч рублей В НМИЦ уточнили, что готовы опубликовать зарплату данной медработницы, если она даст на это согласие В НМИЦ также подчеркнули, что средняя зарплата медицинского персонала в профильных НИИ варьируется от 39,1 тысячи до 146,5 тысяч рублей Так, в НИИ клинической онкологии средняя зарплата медперсонала составляет 72,9 тысячи рублей, в НИИ детской онкологии и гематологии 81,8 тысячи рублей, а в НИИ клинической и экспериментальной радиологии 88,8 тысячи рублей 4 октября, 09.43 РИА Новости Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме Ранее директор центра Иван Стиледи заявил, что зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина в июле этого года были снижены на 30%, но в августе они соответствовали уровню июня В пресс-службе также сообщили, что заявление об увольнении от медсестер Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина руководству не поступало На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменит их руководство В июне детское подразделение центра возглавила Светлана Варфоломеева В своем заявлении медики отметили, что новое начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре ужасными, а также пожаловались, что администрация терроризирует коллектив через закрытый и несправедливый процесс начисления зарплаты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию, после чего ведомство направило в центр специальную комиссию Пресс-секретарь президента России